Друзья, всем привет! Ты находишься на моем канале, и сегодня я наконец-то снимаю долгожданный ролик. Все писали о том, что хотят увидеть, как мы все обустроили для Тима. Тиму уже на минуточку почти 8 месяцев, сегодня 6 число, а ему будет 8 месяцев 9 апреля. Я просто в шоке, ему скоро год. За это время я достаточно уже увидела, достаточно мы всего купили и поняли, что нужно, что не нужно. Короче, я покажу все, расскажу цены. Погнали! Мы пришли в основную часть комнаты, потому что эта часть занята Тимом. Вот такой вот у нас манеж. Он у нас появился, в принципе, не так давно. Вот так вот сюда бросаешь ребенка, и он тут тусуется. Тут есть кольцо, он будет сюда забрасывать мяч, когда станет немножко постарше. Здесь есть качелька, он мне уже катается. Но это еще не все, потому что здесь еще вместо этой входной двери будет горка. Игровая зона прям конкретная, можно на улицу не ходить. Он стоит вот именно вот такого размера в районе 35 тысяч. Ну, достаточно недешево. То есть я когда его покупала, я такая Диме говорю, Дим, ну что, точно берем? Точно берем? Он такой, да бери уже! Но я вообще не жалею в итоге, что я купила этот манеж. Очень прикольно, мне очень нравится. Каждая вот эта штучка отцепляется. Его можно удлинять, можно укорачивать. У нас, по-моему, штуки 4 убраны, потому что, ну, уже некуда было. Он, по-моему, 200 на 240. То есть 2 метра на 2 метра 40. Ань. Аня. М? Че так долго? Может, уже начнем? Ну подожди. Мне тут надо заказать еще одежды для Тима, летних вещей для себя и Димы. Какие-то прикольные штучки домой. Так подожди, ты же вчера только заказала. С твоими тратами вы на дом с Димой еще долго будете копить. Вот сразу видно, что ты не в курсе, как совершать выгодные покупки с помощью очень классной штуки долями. А ну-ка, расскажи подробнее. Ну слушай, долями – это способ оплаты покупок частями в онлайн и офлайн-магазинах без комиссии кредитного договора, проверки кредитных историй и переплат. Как итог, ты получаешь товар сразу, а большую часть суммы платишь потом. К тому же сервис абсолютно бесплатный. В долями вы найдете более тысячи магазинов-партнеров, и этот список постоянно пополняется. Например, вы можете купить одежду и обувь в личи, суперстеп, косметику в золотом яблоке, что-то для дома в Козье Хом и даже авиабилеты в Север. И это только малая часть магазинов, где можно оплатить покупки долями. Как это работает? Сформируйте корзину в любимом магазине, выберите способ оплаты долями, введите номер телефона и оплатите первую часть. Оплачивать можно картами любых банков. Оставшиеся три доли спишутся автоматически шагом в две недели. Слушай, раз такое дело, давай я тоже себе что-нибудь закажу. А вы тоже не теряйте время, переходите по ссылке в описании и оплачивайте покупки при помощи сервиса долями. Ты посмотри, что он делает. Он просто, он лезет вверх. Это просто, это неугомонный ребенок. Я не знаю, откуда у него столько энергии. Он залазит вот сюда, мне кажется, он скоро выберется отсюда. Короче, тут очень много игрушек. Тут есть игрушки, которыми он еще не пользуется, потому что, ну, еще маловат. Вот, это такая штучка, тут всякие розеточки, то есть тут включается там свет, но сейчас не видно, потому что тут очень ярко. Короче, тут все крутится, все двигается, все очень интересно, но сейчас я пока Тиму не даю, потому что он, скорее всего, тут долбанется. Потому что тут есть железные штучки, это прямо уже когда немножко постарше. Там у нас спрятаны памперсы, Тим постоянно их пытается как-то достать, у нас тут четыре пачки стоит, чтобы на всякий случай. Тут очень много кроссовок. У человека, который еще не ходит, уже шесть паровые. Нам надарили, то есть из этого купили мы только эти и вот эти. Тимусь! Ку-ку! Он подтягивается, он просто, он пытается оттуда вылезти. Я не понимаю, у него настолько сильные руки, что он просто вылазит оттуда. Тут у нас креслица, вот такой вот. Честно, я просто такой человек, который очень любит обустраивать уголочки, там. Мать говорит! Люблю обустраивать уголочки, и поэтому я, как бы, купила такой вот креслица. Понятное дело, что он пока что в нем не сидит, иногда сижу в нем я. В общем, вот такой вот у нас шкафчик. Это для игрушек. Тут есть, я сразу хочу обратить внимание, вот такая вот игрушка. Я ее купила просто потому, что она очень прикольная, и Тим на нее залипает. Это необычно просто. Сейчас все напишут, да это Аня ребенок, а не у нее ребенок есть. Тут какие-то игрушки, которые не распакованы. Большинство вот этих игрушек, которые не распакованы, это которые нам дарили на гендер-пати. Но просто еще до зубной щетки не дошло, потому что у него еще нет ни одного зуба. Вот этот комод, по-моему, где-то 14. Тут у нас идут погремушки, ящик с грызунками и просто с различными всякими игрушками. Здесь есть вот такой вот... Ой, мы воду забыли вылить. Плохая мать! Тим, он вообще не сидит на месте, ему постоянно что-то надо делать. Он не может, он поэтому... Он, в принципе, научился сидеть. То есть у меня ребенок сел, но я этого никогда нигде не показывала, потому что он очень редко сидит. Он не может, ему нельзя... Вот он не понимает, а зачем сидеть? Нужно стоять, нужно куда-то идти. И он берет за этот заборчик, постоянно берется, и просто вот так вот ходит по кругу. Иногда падает, конечно, понятное дело, но сидеть он вообще не хочет, потому что, ну... Не знаю, ему, наверное, скучно. У него вот прям какой-то батарейка ходячая, реально. Тим, ты весь батя. Он очень любит вот эту штучку, которая за тебя. Для него еще рано, потому что эта штучка для того, чтобы браться за вот это и ходить. Но знаете, что он делает? Он берет руками, берется за вот эти штучки и ногами встает вот сюда, в эту дырку, чтобы его вот так катали. Как он до этого додумался просто. Здравствуйте. Вот он встает, потом он залазит туда ногами. А, нет, точно, сначала кружочек. Все, вот он одной ногой залез. Все, катайте меня. Мы переходим уже к месту, которое у нас уже прям с самого начала присутствует. Это кроватка. Она разбирается, то есть пока что она в таком маленьком уровне. Ты хочешь поболтать за меня? Всем привет. Это кровать, по-моему, вообще до 7 лет. Вот эти бортики, которые здесь есть, они убираются. Ну, то есть, во-первых, она раздвигается. То есть, какая она сейчас, она не будет до самого конца. Здесь у нас грелка для того, чтобы ночью Тима кормить. Мы его кормим ночью один раз. Он у нас молодец. Но просыпается он у нас в 7 утра. В пол седьмого. Бывает в 6. Здесь у нас был пеленальный столик. Но он исчез. Потому что, опять же, он вырос уже, и все. Вот так, смотри, тянешь просто за край. Вот так, стой, стой. Да, да, да. Одежда. Вот эти носочки прикольные, мне понравились. Но, хочу сказать, очень многие говорят, что это очень плохие носки, потому что отваливаются игрушки, но я хочу предупредить, просто их нужно выворачивать и тогда стирать. Тут памперсы, насадки для того, чтобы из носа сопли убирать, крема тут вот эти вот для попки. Кстати, вот этими палочками для ушей мы особо не пользуемся, потому что нам сказали просто вытирать снаружи полотенцем после мытья, и все. То есть внутрь не лезть никуда. Тут много всего, на самом деле. Я сама сейчас вот смотрю. Тут есть фотографии, когда только Тима родился. Просто посмотрите на размер пальцев Димы и на размер ног Тима. А тут книжечка. Блин, я очень себя корю за то, что я забываю вести эту книжечку. Там прописан каждый месяц Тима, и мне нужно расписывать, что он научился там в 3 месяца, в 4, в 5, в 6, в 7. А я это забываю делать. Просто забываю, и все, я это вспоминаю. Такая думаю, надо будет сделать. И все, и забываю каждый раз. Мне мой фан-аккаунт подарил вот такую табличку с фотографиями Тима. Тут написано, пупсы-шмупсы всегда с тобой. Мы очень тебя любим. Сейчас. Тим-тим-тим-тим, отдай, отдай, отдай. Тим! В общем, там хорошее пожелание в сторону меня, я поставила сюда. Мне очень нравится эта фотография, очень прикольно. Это, я надеюсь, я сохраню надолго эту штучку. Это когда Тим только родился. Ему повесили на ручку. Какая она маленькая. Это просто. И тут всякие топчульки Тимины. Смотри, какие маленькие, господи. Кроксы, которые ему еще большие. Эти еще как раз. Это подарила мне Катя Голошева, это ее мама связала. Вообще прикольные. Но пока небольшоваты очень. Есть еще альбом, который тоже нам подарили. И это закрывалки для тумбочек. Потому что мы потихоньку уже начали закрывать тумбочки, потому что он их открывает. Пойдемте в ванную, в тесную, пожалуйста. У нас вот такой вот стоит ящичек, если это можно так назвать. Не знаю, что это такое. Пакетик. Корзина, вот. Тут всякие игрушки. Здесь есть стульчик для купания. Он такой резиновый. Он прикольный, он удобный. Но у нас такая ванная, что он, короче, не прицепляется нормально. Потому что она у нас какая-то неровная. Либо мы на будущее его просто оставим. Когда, может, переедем, там, не знаю. Смотря, когда мы переедем. Потом, может быть, уже не нужно будет. Здесь ковшик вот такой вот стоит. Игрушки, градусник, шампунь. Это пускает пузыри. И вот такая вот подушка. В ней сейчас купаем. Ванночку не используем, потому что уже вырос. И, конечно же, наша маска стоит. Ну, так вот просто вам расскажу. Вот, смотрите. Вот такая вот наша масочка стоит. Тут она уже там почти закончилась. Я ее уже давно пользуюсь. Так, ну, раз мы пришли в коридор, в принципе, я могу здесь показать. Тут у нас коляска. Это просто незаменимая вещь, реально. Она потому что, во-первых, она... Вот, ручка выдвигается, сдвигается, убирается. Потом вот так вот. Все. Потом достаем, колеса выдвигаешь, едешь дальше. То есть это очень удобно. Здесь у нас штучка для телефона. Для того, чтобы если вдруг мы едем в машине, какие-нибудь пробки, и нужно отвлечь ребенка, это мультики. Хотя бы на пять минут, чтобы он просто отвлекся. Здесь у нас бардак. Не обращай внимания. У нас вот сюда потолка просто. Кенгуру для Тима. Это просто вот сюда вот так вот. Как рюкзак. Мама одевает, и спереди ребенок. Здесь у нас шарики. Это для будущего бассейна. Вот здесь такая вот штучка есть. Сейчас я ее покажу. Это, по сути, как и коврик. И здесь стягивается по бокам. И это как бассейн. То есть вот с такими бортиками получается. И туда закидываются шарики. Основная коляска. Люльку мы уже сняли. Вот она лежит там наверху. Мы буквально несколько дней назад поменяли на прогулочную. То есть у нас уже не люлька, а конкретно именно, где ребенок может и сидеть, то есть вот так вот, и лежать. Потому что в люльке он уже начинает вставать. Там он никак не пристегнут. И понятное дело, что это все неудобно. И мы решили уже все поменять конкретно. Так, мы проходим в гостиную. Это наше самое большое пространство, где мы снимаем все. Здесь у нас лежит коврик вот такой вот. Его приходится постоянно мыть, постоянно пылесосить, потому что здесь вот эта вот морда есть. Пушистая. На дверцах такие штучки. Тут он у нас постоянно встает, поэтому мы прицепили уже вот такие защитки, потому что он открывает дверцы. Машина. Его тачка. У него тоже есть тачка. У нас одна на двоих, а у него своя собственная. Еще есть вот такая вот штука. О ней я узнала, кстати, от Дианы Коваль. Короче, она вот так вот цепляется крепко. Тут застегивается. Если ребенок, например, плохо себя ведет или его негде оставить, его нужно на руках таскать. Вот с этой штучкой это намного проще. Ты просто его придерживаешь, а по факту оно все держится на этой штуке. Но ее используют, когда ребенок уже, понятное дело, умеет сидеть. У него уже крепкая спина, потому что он как бы по факту здесь сидит. Это очень удобно. Эта штучка стоит полторы тысячи. Раньше у нас до полугода стояла качалка вот на этом месте. Если кто смотрит мои ролики там или в инстаграме за мной сидит, тот знает. Она вот так вот ездила туда-сюда, и он в ней постоянно спал. Ему она очень нравилась. Она была прям нужна. То есть мы поняли, что это точно не лишняя покупка была. Все, так поваляйся пока. Но мы ее уже убрали, потому что он как бы из нее уже вырос. Сейчас у нас есть стульчик. Он как качель. Потом поднимаешь. Вот, то есть уже стульчик все полноценный. И все, его отрегулировать можно. Очень удобный. И вот столик. Тут можно менять. То есть есть столик с подстаканником таким. Можно убрать. Будет обычный. Советую обращать внимание на то, чтобы вот эти штуки, они очень сложно двигались. Чтобы ребенок, короче, не растянул. Я для примера просто сейчас покажу. Вот здесь очень легко. Ну, просто посмотрите, насколько легко я тяну. И вот таким образом у нас Тим как бы и чуть не упал просто с этого стульчика, потому что он, ну, выбрался из него. Очень легко. Все, и поэтому мы его поменяли. Есть один такой нюанс, что стульчик-то очень хороший. Но он стоит 33 тысячи. Ходунки. Сейчас на меня налетят, потому что ходунки в последнее время современные мамы просто ненавидят ходунки. Ненавидят ходунки, ненавидят прыгунки и всякие и так далее. Но мы используем их по минут, наверное, 15. Сажаем его, он чуть-чуть погуляет. Я пока свои дела сделаю. Все, вытаскиваю. Потому что по-другому это невозможно. Он не всегда хочет сидеть в стульчике, потому что ему скучно. Мультик я ему стараюсь очень редко включать, поэтому я его сажаю в ходунки. Вот он просто садится, он очень рад. Он просто обожает носиться по всей квартире. Из-за того, что у него очень сильные руки, я не знаю, у всех ли детей так, но он хватается за вот эту часть и начинает выползать из ходунков. Поэтому даже когда он в ходунках, я все равно за ним всегда слежу. Мы направляемся на кухню. Кружечки, ложечки, вилочки. Очень странная вилочка, не понимаю, для чего она такая нужна, честно, но она была в наборе. Пароварка и блендер для того, чтобы делать ему еду. Еще одна грелка. По сути, такая же, как у нас стоит в спальне, но просто какой-то другой фирмы. Если вы вдруг не знакомы, это няня наша. Они тут с Тимом тусуются. Здесь у нас полочка, которая чистая для Тима. Всякие лекарства, которые, надеюсь, нам редко будут пригождаться. Да, Тим? Тарелочки, которые понадобятся, да, е-мое, которые понадобятся попозже. С них он уже учиться будет сам есть, то есть они уже не прикрепляются к столику. Обычно на тарелках вот такие присоски, чтобы к столику прицепить, и все. А здесь нет такого. То есть это просто пластиковые обычные тарелочки. Это дерево. Знаете, вот у кого-то деревья дома растут, там и так далее, а у нас деревья из бутылок. Это, короче, такая сушилка для бутылочек. Это удобно для тех, кто кормит смесью, потому что бутылочек много обычно, и они вот так вот стекают и очень быстро высыхают. Вот такая штука очень удобная для каких-то поездок. Ты сюда наливаешь пюрешку, закручиваешь, открываешь, просто выдавливаешь, она вот сюда вылезает и кормишь. Есть еще вот такое вот приспособление. Это для того, чтобы мыть бутылочки. Друзья, мне кажется, я показала вам все, но по-любому я что-то забыла. Ну вот, по-любому. Напишите в комментариях, какие есть у вас, может быть, штучки для ребенка, которые вам очень помогли, которых вы не увидели у меня в ролике. Я обязательно прочитаю. Ставьте обязательно лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал и смотрите мои все следующие ролики и те ролики, которые вы не видели, которые уже вышли у меня на канале обязательно. Все. Всем пока.